Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube канала Политсигнал, подписчики и просто любопытствующие. Давайте сегодня поговорим об Анатолии Шарии. Вы можете меня спросить, Сергей, какого рожна вдруг? С чего бы вдруг? Кто-то такой? И будете правы, так как если вы до сих пор, находясь в политическом болоте YouTube за 5 лет, не слышали ничего об этом украинском блогере, то смело выключайте этот ролик и очевидно, это не для вас. Хотя, хотя, ну не слышали, так может быть имеет смысл услышать, послушать про этого позитивного юморного паренька с незалежной, проживающего где-то в Европе. В конце концов Верка Сердючка многим нравится как певица, хотя и не является певицей. Может быть и этот гарний хлопец тоже понравится, хотя он работает в жанре политического камикадзе, то есть самоубийства, вызывая огонь всех украинских политиков на себя. Но работает живо, весело, что называется, с огоньком. Смотреть его можно просто для поднятия настроения, для позитива. Я лично его так и смотрю за завтраком и за вечерником, когда прихожу с работы. Смотрю довольно давно, наверное, примерно с 15-го года, довольно регулярно, что позволяет, на мой взгляд, достаточно точно ответить на интересующих многих вопрос. Кто такой Анатолий Шарий? Это украинец, который прикидывается русским или наоборот русский, прикидывающийся украинцем? Хотя, может быть, есть и третье. В зависимости от обстоятельств. То он ширый украинец, а в другой раз уже вроде как и не совсем ширый, как и русский. Может быть, это просто раздвоение сознания? А что, вполне. Такая шиза. Мы все страдаем чем-то подобным. Посмотришь на некоторых, ну точно, раздвоение, а может даже расстроение. Или хуже того, расчленение и так далее по полной. Я недавно уже публиковал один ролик про Анатолия Шария от автора Сергея Голубицкого, где он анализирует причины большой популярности Анатолия больше, чем у других русскоязычных политических блогеров вместе взятых, даже если сюда приплюсовать Алексея Навального. Видео называется «Шариязация интернета». Довольно интересное. Посмотрите. Вопросы есть, ответы тоже есть, но не полные. Так как я считаю, что нельзя говорить о политическом творчестве Анатолия Шария по нескольким роликам, даже по нескольким десяткам роликов. Нужно полное погружение. А как это сделать, если автор исходно кому-то не нравится по многим причинам? Умный, находчивый, разговорчивый. Все знает. За словом в коробочку не полезет. Да и в карман тоже. Такой стендапер в политике и к тому же успешный. Доводит многие свои проекты до конца. Можно вспомнить его борьбу с адвокатом Фейгином, защиту своих помощников-корреспондентов, борьбу с камикадзе Дед. И, конечно, полная дискредитация президента Украины Порошенко. Естественно, что он многим не нравится, что многие аж кушать не могут при упоминании Шария. И вот этот человек сейчас реализует свой самый грандиозный проект под названием «Партия Шария». И он участвует в выборах в Верховную Раду Украины. Участвует без поддержки олигархов и других структур. Поддерживает только народ Украины и другие русскоговорящие. Все против него. Все против него. Все средства массовой информации Украины. Телевидение, политики, журналисты, олигархи и даже новый президент Зеленский. Все против Шария. Вы можете спросить, и какие шансы в этом случае у него пройти в Раду? Нулевые? И будете в чем-то правы. Все организации, занимающиеся статистикой и проводящие опросы населения, дают широкий разбег по поддержке партии Шария от нуля до двух процентов. И все. Похоже, тут скрывается эффект Трампа. Все СМИ, Украина и даже Россия не замечают партию Шария. Отзываются о ней как о виртуальной, фейковой, неправильной. А она есть. И проводят большие митинги в поддержку партии Шария. Ее сторонники прекрасно и умно оппонируют своим соперникам. И не только. Что ж, пожелаем партии Шария пройти с убедительным или даже сверх того, с разгромным счетом 20% поддержки Верховной Рады Украины, по моим оценкам, и начать реализовывать свои обязательства перед народом Украины. Правду в Раду. Но меня, как русского человека, находящегося в центре России и смотрящего со своей небольшой, но все же колокольней в далекую и, возможно, светлую европейскую сторону Украины, начинают беспокоить некоторые неопределенности и нелогичности в ответах на вопрос у Анатолия Шария. И в полный рост встает вопрос, который уже прозвучал. Шарий – это украинец, прикидывающийся русским? Или русский, который прикидывается украинцем? Попробую помочь Анатолию определиться. Для этого рассмотрим его ответы на вопросы. Первое. Чей Крым? И второй. С кем воюет Украина на Донбассе? И тут Анатолий отвечает, как настоящий украинский нацик. Крым – это Украина. Россия оккупировала Крым. Россия должна отдать Крым Украине. И второй ответ. Украина воюет с Россией на Донбассе. Чтобы закончилась война, надо вести переговоры не с ДНР и ЛНР, с народом, проживающим на этой территории, а с Кремлем, то есть с Россией. То есть видны позиции человека, который не видит людей, живущих в Крыму и на Донбассе. Он смотрит сквозь них. Он их не замечает. Не замечает их мнения, их желания, их волю, их референдум в конце концов. Как же так, Анатолий? Ведь что происходит? Ты говоришь своим избирателям на Украине. Смотрите, власть не замечает вас. Она игнорирует вас. Она не хочет учитывать ваше мнение. Она замалчивает вас. И как по мне, это абсолютно верное и правильное утверждение. И, конечно, необходимо выступать против такой власти, которая не замечает значительную часть своего народа. Но почему Анатолий сам не замечает людей, назовем их бывшими украинцами, живущих в Крыму и Донбассе? Почему он тут начинает себя вести, как эта власть, не замечать их и игнорировать? Если люди, живущие на этих территориях, высказывают свое мнение, провели референдум, то это много о чем говорит. И к этому надо прислушиваться и учитывать, а не нагибать и игнорировать мнение миллионов людей. Возможно, есть простой ответ на этот вопрос. Анатолий боится потерять свой молодой электорат подписчиков, которому от 20 до 30 лет и который с упоением кричит «Слава Украине и героям слава». Я вот не могу спокойно говорить этот бандеровский лозунг, под который убивали мирных жителей, как украинцев, так и других национальностей. Да, эти молодые люди весьма активны и пассионарны и мечтают о возрождении Великой Украины. Все-таки пропаганда украинского национализма с детского возраста дает о себе знать. И понятно, что терять этих подписчиков, тем более электорат Анатолия, не очень хочется. Поэтому и приходится делать такие националистические заявления и покрикивать бандеровскую кричалку. Хотя это происходит и не часто. Что будет с Анатолием и его партией в будущем, когда он пройдет Верховную Раду Украины, покажет время. Но мой прогноз таков, что несмотря на его все полезные действия в плане борьбы с коррупцией, он будет поддерживать идею восстановления Украины в полном объеме и отсюда в войну до победного конца, так как он не хочет потерять своих многочисленных молодых националистических сторонников. Вот такой вот он, Анатолий Шарий, русский человек, которому украинский национализм изменил мозги, изменил сознание, но продолжающий прикидываться русским, потому что умный. Хотя, может быть, он и не станет настоящим националистом. Ведь он помогает заброшенным старикам в зоне Донбасса. Он все-таки видит какую-то часть реальной картины этой войны. Конечно, она сложная, она гибридная, и все стараются друг друга обмануть. Но реальные факты не лезут в головы нацикам. Надеюсь, что с приходом Верховную Раду Украины Анатолий Шарий вернется в Украину и самостоятельно сможет разобраться, где факты, а где 10% воинственных нацистов, желающих Украину для украинцев и войны до последнего украинца, то есть до победы. За всем говорю спасибо за внимание. Пишите ваши комменты, мысли, эмоции. Обсудим и Анатолия Шария, и Украину, и меня. Все ответы будут отвечены, а вопросы вопрошены. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok